На кадрах оперативной съемки задержания так называемых автоподставщиков. Притом ребята решили пойти дальше. Они не просто подставляли свое авто под аварию, но и, как утверждают полицейские, мошенничали со страховыми выплатами. Кадры задержания чередуются один за другим. Всего полицейские отработали 14 человек. Покупалась машина, делала спецназвит. Предприимчивый молодой человек, чье лицо скрыто в интересах следствия, сейчас легко рассказывает полицейским, на чем зарабатывал. Находили таких же хитрецов, которые за небольшое вознаграждение подставляли свое авто под удар. Такую идеальную, как он считал, схему придумал владелец автосервиса. Это по версии следствия. Машину потом на ремонт, а деньги по карманам. Все в выигрыше. Сколько получили денег по страховому случаю? 700 плюс там... 700, около 700, до миллиона где-то. Один раз автоподставщики все же просчитались. Под удар поставили дорогую иномарку, где создали иллюзию серьезных повреждений. Страховка покрыла не только ремонт. На полученные деньги можно было купить вторую, такую же машину. Казус в том, что через считанные дни авто, которое по документам восстановлению не подлежит, снова заметили на улицах города. Целехоньким. В ходе дальнейшей работы было установлено, что по той же схеме в регионе происходили и другие происшествия. По версии следствия, участниками организованной группы было инсценировано не менее семи дорожно-транспортных происшествий. Фигуранты получили от страховых компаний выплаты на общую сумму порядка двух миллионов рублей и намеревались получить еще более 800 тысяч. К уголовной ответственности привлекли 14 человек. Сейчас они под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Продолжение следует. Продолжение следует.